5 советов по набору массы от Арнольда Номер 1. Выбирайте лучшее упражнение для роста Арнольд всегда стремился тренироваться не только для седьмого пота, но и с умом Если хотите стать большим, сначала вы должны стать сильным, писал он Новичкам и бодибилдерам со средним уровнем подготовки стоит беспокоиться не столько о рельефе, сколько о мышечном росте С учетом вышесказанного места, односуставных движений, изолирующие упражнения Отдавайте предпочтение многосуставным, жим лежа, приседания, особенно глубокие приседания Становая тяга, жим над головой, тяга в наклоне и подъем штанги на грудь Примеры отличных компаундных движений, которые требуют координированной работы нескольких мышечных групп Эти упражнения должны стать фундаментом вашего тренировочного плана Хотя базовые движения труднее освоить, чем односуставные аналоги Они дают дополнительные преимущества, возможность тренироваться с очень большим весом для перегрузки целевой мышечной группы Арнольд считал, что выполнение этих упражнений и проверок своих сил большим тоннажем является ключевым условием для набора массы и роста силовых показателей Номер 2. Берите большой вес в низкоповторных сетах Выбор правильной нагрузки для Арнольда был также важен, как выбор правильного упражнения В конце концов, 8 приседаний с 365 фунтами около 165 кг стимулируют мышечный рост Намного эффективнее, чем подход из 40 повторов с 95 фунтами около 43 кг Начните с нескольких разминочных подходов Не до мышечного отказа И постепенно наращивайте вес от сета к сету Уменьшая число повторений и приближаясь к отказу Писал Арнольд Обычно кто-то стоит рядом и лишь немного мне помогает Чтобы я мог пройти мертвую точку или поднять вес чистингом Когда я уже добрался до мышечного отказа Арнольд думал не только о том, чтобы почувствовать вес Он хотел убедиться, что нагрузка вызывает мышечный отказ В намеченном диапазоне повторений Я считал обязательно делать не менее 6 повторений в подходах к большинству упражнений Отмечал он Но не больше 12 Правило применимо ко всем целевым группам Включая мышцы голени Убедитесь, что выбрали правильный вес для отказа в этом диапазоне Номер 3 Не задерживайтесь в зоне комфорта Если слишком долго не обновлять тренировочную программу для набора массы Ее ценность будет неуклонно снижаться В этот момент бодибилдер обнаруживает себя на тренировочном плате В рамках базовой схемы я постоянно менял упражнения, писал Арнольд Мне нравилось шокировать мышцы, не позволяя им привыкать к одной и той же программе Когда дело касалось планирования тренировочных сессий Арнольд добросовестно выполнял свою домашнюю работу Обнаружив, что упражнение не дает желаемого результата Он менял его на другое Никогда не бойтесь экспериментировать с новыми нестандартными упражнениями Или альтернативными тренировочными методиками Преодолевайте точку отказа с приемами высокоинтенсивного тренинга Не бойтесь включать в свои тренировки такие приемы, как Форсированные повторения, дропсеты, негативы, частичные повторения Отдых, пауза или другие идеи, о которых вы могли читать Оценивайте свои ощущения каждого приема И помните, что не нужно в каждом подходе работать с замоченным отказом Приберегите это для одного-двух наиболее тяжелых подходов в каждом упражнении Номер пять Берегитесь перетренированности Стремление подтянуть неподдатливую мышечную группу Велик соблазн пойти по принципу «все средства хороши» Но Арнольд предупреждал, что эта стратегия может оказаться контрпродуктивной Иногда оставание мышечной группы объясняется тем, что вы ее перетренировали Дали нагрузку настолько тяжелую, частую и интенсивную Что у мышц не было шансов отдохнуть и восстановиться И начать расти Писал он Понравилось видео, ставь лайк Подпишись обязательно на обучающий контент До новых встреч, друзья Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok